Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлой нашей передаче мы говорили о подвиге апостольском, о миссионерском подвиге 12 апостолов, проповедовавших Евангелие. Сегодня хотелось бы поговорить о миссии как таковой, в чем она заключается для современного христианина, какие есть формы и каким вообще образом мы можем реализовать призыв Евангелия «Идите, научите все языки». Сегодня у нас в студии гость протеерей Алексей Гладун, настоятель храма «Трех святителей». Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Ну, прежде чем говорить о миссии для современного христианина и о формах, особо актуальных в современном мире, давайте, в принципе, коснемся слова «миссия», что оно вообще обозначает, какие, может быть, разделы есть у нее? Ну, понятно, да, сейчас миссия есть у каждой компании, которая занимается бизнесом. На самом деле слово «миссия», да, наверное, большинство людей знает, что от слова «миссию» посылать и выполнять какое-то задание, как в латинском глаголе происходит. Суть миссии, христианской миссии, если мы говорим о христианской миссии, конечно же, это поведать о Христе тем людям, которые о нем не знают, ну, или, если чуть вперед забегая, тем людям, которые забыли о Христе, которые слышали о Христе, но не стали жить по-евангельски. Да, да. И, как бы, традиционно миссию, христианскую миссию, ее разделяют на две части, это внешняя миссия, это тем, миссия среди людей, которые не знают о Христе, и миссия внутренняя, это когда как раз говорится о Христе тем людям, которые уже просвещены христианским вероучением, но не живут по нему, да. Ну, в данном случае, конечно, очень хороший пример, это наша страна, где большинство людей себя считают православными христианами, но зачастую элементарных вещей не знают о вере, о Христе, о том, как жить по-христиански, как выполнять то, что Господь нам поручил. Поэтому мы можем говорить еще и о внутренней миссии. А внешняя вообще миссия, она сейчас актуальна? Она очень актуальна, и актуальна она будет всегда. Громадное количество людей еще не знает о Христе. Я не говорю, что они не слышали о Христе, но знать о Христе, это не то, что слышать о Нем. Это Африка, это Азия, где о Христе слышали, но не всегда знают. Громадную миссионерскую работу проводит сейчас Александрийская патриархия, патриархат, который находится в Африке и в многих странах африканского континента проповедует. Также миссия очень широко распространена. Вернее, не то, что широко распространена, а требуется миссия в Азии, то же самое Китай, если говорить об этом. То есть внешняя миссия важна, и это Нива, над которой еще предстоит очень много и долго, и сложно работать. Отец Даниил Сосоев у нас в этом смысле какой-то такой новатор. Он пытался... Относится ли это к внешней миссии, когда он проповедовал для гастарбайтеров из Таджикистана, Узбекистана? Вот. Как вам видится и кажется, вообще, кто должен браться за подобное делание? То есть это удел только священников, которые получают некое образование? Или же, в принципе, миряне? Вот только какие миряне тогда? Они должны какую-то подготовку проходить или как? Тут надо понимать, что если этим будут заниматься священники, только священники, то проповедь не будет иметь успеха. По одной простой причине – это людской голод. То есть кадров не будет хватать, это 100%, мы это прекрасно знаем. Поэтому, конечно же, да и вообще, в принципе, это не дано было бы только священникам проповеди о Христе, это всем людям. Мы знаем громадное количество миссионеров, которые не были священниками, начиная с равнопостной Нины. И много, десятки примеров можно привести. Люди, которые обращали к Христу целого народа, не имея священного сана никакого. Но и миряне, конечно, которые дерзают к этому приступать, а это дерзновение благословно от Бога, конечно, нужно иметь и определенную подготовку. Безусловно. Как дать то, что что-то сам не понимаешь и чем-то не владеешь. Но с другой стороны, равнопостная Нина же не заканчивала институтов богословских. Ну, безусловно. Но мы сейчас говорим не о богословском образовании, а о вере. И зная веру во Христа, мы должны понимать, что проповедь должна соответствовать тому, что Бог открыл. Потому что мы, кроме равнопостной Нины, можем найти других людей, которые проповедовали, и которых проповедь тоже была успешна. Но церковь потом очень долго разгребала эти проблемы. Я говорю, допустим, о Северной Африке, которая еще во времена уже обложенного Августина, еще не могла с манихейской ересью разобраться до конца. И таких примеров громадных, или пелагианской ересь, которая тот же обложенный Августин, но в Британии разбирался. То есть проповедь должна соответствовать тому, что Бог открыл человеку. То есть для того, чтобы пояснить для наших зрителей, ереси эти начали появляться именно в силу того, что неумелые миссионеры брались за делами. Ну да, но отголоски вот этих ошибок миссионерских мы имеем до сих пор. Это проблема с разными подходами во многих вопросах. Мы сейчас не будем их всех касаться. У нас западная церковь, с католической. В частности, мы знаем, что Германия, допустим, была обращена к Христу арианскими священниками. И отношение к субординации, и отношение к церковным властям, и в роли церкви в государственном устройстве. Она до сих пор влияет. И это большая проблема. Может быть, это сейчас не видно, вот, не профессионалу, скажем так, да, неопытному человеку в этом. Но мы-то понимаем и видим. Я имею в виду, церковь видит, какие проблемы это принесло. Ясно. А вообще, в принципе, какие формы миссии актуальны были всегда? Может быть, какие-то формы миссии отошли? То есть, миссия, мы же понимаем, что это не просто хождение с Евангелем и рассказ о чем-то. Есть определенные какие-то виды, формы миссионерского служения? Я думаю, что миссионерство очень сильно изменилось с течением времени. Это естественно, да. Ну, сложно представить, что во времена апостолов не было людей, которых не интересовал религиозный вопрос, да. Не было большого количества атеистов или людей, которые за материализмом, да, за житейским помечением совершенно забывали о Боге. И поэтому, приходя в любые населенные пункты, апостолы, скорее всего, находили, не только апостолы, потом равнопостные, мужи, другие проповедники христианства. Они уже находили людей, которые интересовались как минимум религиозной жизнью. Современные миссионеры сталкиваются с неинтересом к духовной жизни. Это очень, как бы, не болезненно, но сложный вопрос, с которым в современности столкнулась церковь. Раньше очень сложно было на большое количество людей повлиять, да, с помощью проповеди. Мы знаем, да, что апостол Павел имел опыт нескольких тысяч, или там апостол Петр, да, после Пятидесятницы, там, нескольких тысяч, да, шесть тысяч человек обратился после его проповеди. Ну, большинство это от сердца к сердцу, от человека к человеку, да. Тот же Николай Японский, равнопостный просветитель Японии, он обратил там двух-трех человек сначала, да, там, первая община японских православных христиан составляла, четыре человека, которые возглавлял Николай Японский, равнопостный святитель. А современное общество, да, мы имеем, ну, мы сейчас на телевидении говорим, да, там, возможность услышать о нас имеет, ну, несколько десятков тысяч человек. Интернет. Это громадное поле для миссионерской деятельности, на самом деле. Вот, поэтому миссия изменилась очень сильно, и собрать, как собирали апостолы людей для того, чтобы послушать о Христе, и сейчас я, ну, очень слабо могу представить, что такая возможность есть. Угу. Одновременно, да, но поэтому вот средства массовой коммуникации, они очень важны в миссионерской деятельности. Ну, вот мы даже сейчас, вот при этом, при ответе на этот вопрос, все равно в большей степени подразумеваем некую внешнюю миссию, да, то есть когда мы берем и выходим за пределы своей квартиры, да, в тот же интернет, или там, на телевидении, когда включаем телевизор, телевизор, либо мы с вами выходим за пределы, либо тот, кто включает телевизор, находясь даже где-нибудь там в Воронеже или еще где-то, он может оказаться благодаря нашей передаче в Самаре, да, с посоветством двух людей. А вот все-таки для современного мирянина, то есть вот тут человек живет в Самаре, понятное дело, институтов он не заканчивал, вот, богословских. Сейчас услышал нас, оказывается, это еще может и к ереси какой-нибудь привести, что мое такое неумелое миссионерство. Есть какие-то особые формы и вообще, в принципе, в чем заключается миссия для, внутренняя миссия, для христианина, для мирянина? Вообще, отец Сергей, знаете, это такой тоже интересный вопрос, вот, может быть, на нем надо стоит сделать акцент. Ну, во-первых, желание проповедиться Христе, я думаю, у каждого верши человека возникает. В ранней степени, думаю, у всех это было, этот опыт, это желание точно было. Здесь надо всегда держаться чего? Апостол Петр говорит, что мы каждому упрошающему должны дать достойный ответ от нашего упования. Прежде всего, когда ты хочешь кому-то что-то передать, ты это приобрети. Если ты хочешь проповедить Евангелие, изучи Евангелие. Если ты хочешь говорить о нравственности, приобрети эту нравственность. Потому что миссионерство начинается, прежде всего, с самого человека. Я, допустим, себя не считаю миссионером, потому что мои нравственные качества не настолько высоки, как, допустим, у той же Раванпостной Нины были. Я не готов к своему стыду отправиться в другую страну, к другому народу проповедовать, или даже близкому мне народу и проповедовать о Христе. Поэтому сначала надо самому стать чем-то, прежде чем кому-то что-то передавать. Чтобы слова проповеди были не пустыми словами, а подтвержденными нашей христианской жизнью. Это очень важно. То есть, как всегда, начиная исправлять других людей, исправься сам. Иначе это будет пустая проповедь. Можно поститься, можно молиться, а сердце своего не исправлять. Поэтому внутреннее миссионерство – это, прежде всего, миссионерство христианского подвига. Это не красивые слова, это не позерство, это не написание статей в журналы, в газеты, в интернет-сайты или в социальных сетях. Это, прежде всего, свой подвиг. Пока ты не станешь носителем христианской веры и не станешь той свечой, от которой другие увидят свет, ничего не произойдет. Можно много прекрасных слов найти, надергать цитаты святых отцов, но если ты сам не стал солью земли, эта проповедь будет такая формальная. Очень часто задают вопрос, как правило, женщины на исповедь приходят, начинают плакаться о том, что вот, я стала христианкой, муж христианином не стал, и как же мне его привести в церковь? Вот на таком бытовом уровне, что мы можем ответить таким вот женщинам или мужчинам, которые плачут о женах? Ну, тут на самом деле, как бы, все, ответ есть на этот вопрос. В Священном Писании апостола Петр говорит, что муж-язычник бывает верным житьем жены, приобщаем ко Христу. То есть, опять-таки, мы возвращаемся к тому, о чем мы начали говорить, о том, что человек должен спасти себя, свою душу, И это будет лучшим миссионерским ходом в его жизни, нежели постоянное нытье, недовольство, упреки, обвинения, ну и в том числе и возрастание в тщеславии и гордыни. Сегодня, направляясь на передачу, я слышал проповедь нашего патриарха, который приводил славу Марка Пустынника, который говорил о том, что у поста, к сожалению, бывают горькие плоды, когда человек, постясь, начинает о себе высоко думать. Вот и миссионер, который начинает о себе высоко думать и тщеславится, он тоже очень горькие плоды может принести. То есть, это будет не миссия, а анти-миссия такая. Поэтому, опять-таки, обращаясь к этим женщинам, мужчинам, детям, подросткам, я сам пришел ко Христу, когда мне родители еще не верили в Бога, наберитесь терпения и работайте над своей душой. Покайтесь, преобразите свою жизнь, пусть это войдет в вашу привычку, в добрую привычку. Вводите тесными вратами, а потом других пытайтесь туда провести. Ну, а я вот обычно рекомендую еще, ну, не рекомендую, а так просто говорю, обратите внимание на то, как вы из храма возвращаетесь. Потому что, как правило, христиане возвращаются из храма почему-то, не знаю почему, по какой причине, очень часто, но если не часто, то очень многие. Какие-то озабоченные, уставшие. От того, что они уставшие, еще плюс накладывает отпечаток тщеславия, что я был утром в храме, а ты нет. Начинаются распри, раздоры. И вот начать бы неплохо было с того, что после литургии возвращайся веселым. Вот эта вот улыбка на лице, просветление, есть определенного рода тоже проповедь. Потому что все так или иначе люди находятся в поисках рецепта счастья. Поэтому, когда они видят с собой рядом счастливого, спокойного, независимо от кризисов людей, вот, они начинают присматриваться. Всегда радуйтесь, всегда за все благодарите. Такая есть воля Божия в вас. Это воля Божия, которая в нас должна проявляться. Поэтому пока мы с собой не справимся, пока... Батюшка, ну вот вы смиренно, я понял ваше смирение, что они недостоины и так далее. Не, не то, что недостоин, я просто чувствую свои немощи. Однако ж, я знаю вас достаточно давно. Вот, и я знаю, что у вас у самого есть опыт миссионерской проповеди. Не такой, что прям вот чисто внутренний. Во внешний мир вышли. Вот, расскажите немного о том, как вы в свое время двух протестантов обратили. Ну, тут на самом деле, да, я понял, о чем будет вопрос. Ну, не то, что обратил двух протестантов, если уж на то пошло не двух, а немного больше. Вот, ну, вопрос о том, что, да, у меня был опыт, когда несколько человек обратились с просьбой разъяснить им православный взгляд на какие-то вопросы. Ну, эти вопросы касались, на самом деле, самого главного христианского таинства, таинства Евхаристии. Вот, да, был опыт у меня общения, мы долго разбирали с ними учения православной церкви, протестантские взгляды, это протестантские пасторы, которые обратились в православие, вернулись в православие. Вот, они, главный вопрос нашей миссионерской беседы был о таинствах церкви. Главная проблема, которая, на самом деле, существует и у православных современных христиан, мы очень принижаем роль Евхаристии в нашей жизни. Мы очень мало внимания отдаем телу и крови Христовой. Это крайне трагичная ситуация для православного христианина, когда он не участвует в этом таинстве. Поэтому эти вопросы волновали и протестантских пасторов, потому что, ну, ни для кого не секрет, они не почитают тело и крови Христовой, истинным телом и крови Христовой. Это символ для них. Как что бы они ни говорили, они не говорят, что это тело и кровь Христова, да. Поэтому у них там раз в год, может быть, два раза в год происходит это таинство. В православной церкви это таинство совершается ежедневно. Мы не можем представлять себе жизнь без хлеба насущного, который сходит с неба, хлеба живого, который приводит нас ко спасению. Поэтому наш разговор был о Евхаристии. И вообще, когда я общаюсь с протестантами, зачастую два момента, вот лично я касаюсь, это вопрос почитания Богородицы и вопрос о Евхаристии. Ну, а были вот какие-то интересные моменты, когда нужно было, вот как апостол Павел, как мы с вами в прошлой передаче беседовали, надо было перейти на какую-то вот платформу протестантского понимания и вот начать откуда-то. Постоянно, да. Это неизбежно, ну, как минимум, чтобы говорить хотя бы на одном языке с этими людьми. Они должны, ну, мы начинаем с выяснения того, чтобы мы понимаем так же какие-то вопросы, как и они. Мы понимаем важность Евангелия. Мы понимаем важность изучения Евангелия. А потом мы переходим о том, что наше субъективное понимание Евангелия и тот опыт, который нам передала церковь, это маленько разные вещи, зачастую бывают. И мнение православных священников или мирян, которые хорошо знают священописание и опыт церкви, он, это не наш личный опыт, это наше личное откровение. Это та сокровищница, которая нам открыта, это церковный опыт, которого каждый может взять и использовать. А вот протестантские опыты толкования священописания зачастую противоречат самому духу священописания. И это очень-очень скорбно. И многих, ну, современное общество, оно нас подталкивает пересмотреть протестантский подход толкования священописания. Мы знаем, что, допустим, Содомский грех, который сейчас открыто проповедуется на Западе, в Соединенных Штатах Америки, в Европе, и поддерживается некими многими крупными протестантскими общинами, имеет прямое противоречие Слову Божию. Ну, как так? Соло-скриптура, только Писание, при этом сказано, что эти люди Царство Небесное не наследуют, да, а при этом, как бы, мы признаем их. Это, ну, вот и оправданно примутать все чатки, получается, да. Поэтому мы находим и начинаем разговаривать. Вот я говорил о Богородице, да. Отныне ублажат меня все роды. Эти слова Богородицы, это слова Священного Писания, они почему-то всегда вылетают из беседы. Но Богородицы говорят, что ее будут ублажать все роды. Ну, значит, как ее протестант ублажает? Называй обычной женщиной, даже не делай, многие конфессии, да. И вот тут уже начинает, собственно говоря, переход от общих оснований к тем различиям, которые имеются. Ну, в общем и целом, даже вот из вашего небольшого такого повествования видно, что действительно должен быть некий такой творческий подход к проповеди, разговору. То есть нельзя взять учебник Давыденкова по догматическому богословию и начать... Хорошо было бы прочитать. Ну, прочитать, да, неплохо, но вот просто читая его, протестанту, недостаточно, чтобы, например, или кому-то другому, чтобы человек взял и о чем-то задумался. В истории христианской святости, православной святости, очень много примеров среди вот равноапостольных, которые удивительным образом проповедовали, совмещая в себе знания о Боге, личный пример и вот этот невероятный гибкий творческий подход. Может быть, мы в качестве вот примера, у нас не так много времени до конца эфира осталось, приведем, вот кто у нас вот особо восхищает лично вас? Ну, вот лично меня, да, вот как раз я хотел лично о себе говорить. Я очень люблю одного святого, это святитель Николай Японский. Это человек, который совершил удивительный подвиг. Удивительный подвиг. Он приехал в страну, которая была совершенно враждебна, именно враждебна русским. Это была закрытая страна с очень четко выраженной идеологией и верованиями. И там он прожил много лет. И после этих многих лет трудов, если не ошибаюсь, 14 лет, до первого успеха он имел. То есть он почти полтора десятилетия изучал культуру японскую, изучал японский язык, потому что он прекрасно понимал, что проповедовать о Христе на русском языке среди японцев бесполезно. И вот этот святой он использовал для своей проповеди чайную церковь японскую. Все видели, все слышали о Синче. На самом деле это связано с культом духов предков, синтоизм, почитание культа предков. Вспоминали примеры своих предков, их здравствующую жизнь, их подвиги, их поступки, их мудрые решения. Она проводится в молчании, именно как раз в воспоминании. Вот, собственно говоря, через это апостол Японии, апостол Японии, Николай, обратил первых людей, которые сейчас несколько сотен тысяч человек являются членами православной японской церкви. И плюс мне еще нравится интересность подхода к переводу священного писания для них. То есть, например, для японца непонятно, что значит хлеб наш насущный, даже нам днесь, потому что хлеб для них это, скажем, такая же роскошь, как для нас некие, не знаю, королевские креветки. Ну, не столько роскошь, сколько недоступные. Ну, да, но он не каждый день на столе. Я его просто не выращиваю. И поэтому, да, в священном писании было переведено как рис. Рис насущный, да. Ну, да, это тоже. То есть, как бы апостол Павел некогда универсальный рецепт миссионеру дал. Я буду всем для всех, чтобы лишь бы только кого-нибудь приобрести ко Христу. Вот быть всем для всех, чтобы кого-то приобрести к Христу, это очень важный момент. Когда человек хочет принести людям себя, а не Христа, это заканчивается зачастую плачевно. Обычно какие-то такие странные формы религиозные, типа сект вырождается, странных каких-то религиозных групп непонятных. Поэтому, конечно же, гибкость, она должна быть и в переводах. Ну, я очень рад тому, что православная церковь всегда на языки переводила, да. Сейчас на языке всех народов практически Российской Федерации слово Божие переведено. Это труд не заканчивается, да. Там недавно на самоедский язык переведено было Священное Писание. Эта работа продолжается на бурятский язык. То есть, это не прекращается работа. Это тоже очень важно. Хотя мы прекрасно понимаем, что любой перевод – это некая потеря, да. Это некое авторское воздействие на текст. Но, тем не менее. Спасибо Господи, батюшка, за ваши ответы. Мне очень важно сфокусировать ваше внимание, дорогие телезрители, на вот последней фразе, которую процитировал отец Алексей. Чтобы действительно для того, чтобы проповедовать, для того, чтобы миссионерствовать, первое, что должно родиться в сердце, мысль, какая должна укорениться в голове, это что я действительно должен служить. Служить не себе, не себе угождать, но ближнему своему. Быть для всем всех. В свою бытность нам, преподаватель в семинарии, отец Вениамин Лабутин, говорил так, что «Помните, дорогие мои, что вы, как пастыри, всего лишь осел, на плечах которого в духовный Иерусалим другого человека въезжает Христос. Не приписывайте себе славу, что именно под ваши ноги постилают пальмовые ветви, и вам кричат «Оссан». Вот с этого начинается настоящая миссия. Дай Бог нам это услышать, и дай Бог, чтобы наша миссия, внутренняя миссия, миссия в наших семьях, домах, на работе, увенчалась действительно достойным успехом. Я напоминаю вам, дорогие братья и сестры, что вы можете присылать нам свои вопросы. Раз в месяц мы будем стараться отвечать на них. Свои вопросы вы можете присылать на адрес электронной почты, который вы видите сейчас на экране, или оставлять в группе ВКонтакте «Храма святых жен Мироносец». До скорых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова